Продолжение следует... 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 Проблема коморбидности связана с тем, что пациенты зачастую имеют предоперационный день всего лишь сутки, иногда чуть больше. И, конечно же, непосредственно коррегировать эту патологию бывает чрезвычайно сложно, и мы ограничены непосредственно временем. Поэтому мы в нашем центре используем следующий алгоритм предоперационной хирургической оценки на амбулаторном этапе, а именно оценка хирургического статуса проводится непосредственно хирургам хирургического риска. Оценка функционального статуса, это речь идет о предоперационном периоде на догоспитальном этапе, поликлинический этап, проводится терапевтом, терапевт оценивает клинические предикторы, и по непосредственно решению пунктов А, Б, С решается, необходимо ли дообследование и консультация специалистов, либо может пациент уже непосредственно быть госпитализирован для проведения операции и анестезии. На этом же этапе мы можем определить клинические состояния, требующие временной отмены плановой операции, немедленного обследования и лечения. Это стенокардия покоя, дисфункция левого желудочка, выраженная фракция левого желудочка ниже 30%, ранее перенесенная до 90 дней инфаркт миокарда, легочная гипертензия, систолическое артериальное давление в легочной артерии, превышающее 60 мм тотного столба, тяжелая хроническая сердечная недостаточность и выраженное нарушение ритма сердца и проводимости АВ-блокада второй и третьей степени, желудочковая тахикардия, брадикардия с эпизодами асистолии более трех секунд. На этом же этапе мы определяем клинические ситуации, требующие выполнения кардиохирургической коррекции и ревоскулиризации. Если первые три показания, они четко определяют именно это показание к отказу от операции, а именно выполнение коронарографии и ревоскулиризации рекомендованного у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, предоперационное выполнение коронарографии и ревоскулиризации рекомендованного у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ, рекомендованного у пациентов с тяжелой стабильной стенокардией, клиника, которая сохраняется на фоне оптимальной медикаментозной терапии. То четвертое показание, а именно проведение коронарографии может рассматриваться у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца, которым планируется выполняя операцию высокого кардиального риска, это решение принимается, как правило, по эксконсилиуму. Очень важно в предоперационном периоде определить риск развития сердечно-сосудистых осложнений, но вот в последнее время появляется большое количество работ, которые несколько стоят под сомнение именно существующей на сегодняшний день шкалы. Очень важна роль создания локальных протоколов для каждого учреждения, которые непосредственно ориентируются на возможности этого учреждения и, конечно, должны создаваться за счет непосредственно тех приказов, ГОСТов, которые имеют юридически значимые, юридически значимые. Вот этот слайд готовился всего полгода назад, и мы видим, например, что уже приказ номер 183, он на сегодняшний день уже не работает. Аномия. То, что мы можем коррегировать в предоперационном периоде, это использование внутривенного препарата железа. Сегодня будет у нас много посвящено вопросов этой тематики, а также использовать непосредственно эритропоэтин, содержащие препараты, и в ряде случаев непосредственно уже как необходимость использования эритроцитарной массы. Трофологический статус. Общеизвестно, что низкий индекс массы тела ухудшает прогноз пациентов, оперированных в нашей специальности, в онкохирургии. Вопрос, когда назначать и что назначать? Считается, что за 10-14 дней необходимо начинать уже проведение сиппинга на амбулаторном этапе. Здесь, конечно, сложности организационного плана, думаю, не только в нашем учреждении, но и в других учреждениях существуют. Доперационная стратегия, доперационное голодание снижает резервы гликогена и вызывает послеоперационную устойчивость к инсулину. Поэтому в последние годы пациентам есть такие рекомендации, что пациентам следует разрешить прием жидкости не позднее, чем за 2 часа, и твердой пищей за 6 часов до индукции в наркоз. Но здесь очень важно, необходимое выявление пациентов с нарушением амбулаторной функции. А в онкологии существует такое понятие, как хронический синдром тошноты и роты. И, в частности, пойдя по этому пути, этим рекомендациям, мы получили все-таки несколько сложнее с операционного характера. И более осторожно относимся к этой рекомендации и не рекомендуем ее к широкому использованию. Во всяком случае, в онкохирургии. До операционного антибиотика, профилактика, так же, как и тромбопрофилактика, она хорошо изложена непосредственно в различных клинических рекомендациях. В отношении приемедикации пациентам перед операцией не следует рутинно назначать седативные препараты. Но здесь очень важно, чтобы был полный контакт непосредственно анестезиологической бригады с пациентом. Потому что если отказ идет от непосредственно препаратов для примедикации, то мы можем столкнуться очень часто с очень высокими цифрами артериального давления, которые либо приведут к отказу от анестезии, либо к улучшению качества, проводимой анестезии. В рекомендации по проведению анестезии необходимо использовать стандартизованный протокол сочетанной анестезией, предусматривающий минимизацию хирургического стресса, достаточный уровень анальгезии и седации, надежную контролируемую миорелаксацию с применением Согомодекса для быстрого выхода из наркоза. Очень серьезная проблема. Гипотермия. Гипотермия увеличивает как потерю крови, потребность в трансфузе, повышает риск послеоперационных осложнений, создает неблагоприятные условия для иммунитета, вызывая иммуносупрессию. Во время операции необходимо поддерживать режим нормотермии с помощью специальной системы обогрева и переливания теплых растворов. Видя многие клиники страны, я могу сказать, что, к сожалению, мы здесь еще далеки от совершенства в коррекции именно гипотермии. Целеориентированная трансфузионная терапия сегодня будет посвящена тоже несколько докладов у нее по этой тематике. Мы расскажем о нашем опыте использования, так же, как и использование мониторинга при проведении операций травматичных у пациентов с высокой степенью коморбидности. Возможность уменьшения кровопотери, конечно, всегда спасительна при огромных кровопотерях, которые встречаются, это использование селсевера. К сожалению, в нашей отечественной инструкции к селсеверу, пункт номер три, противопоказание осложнения хирургической вмешательства в области злокачественного образования может стимулировать диссеминацию опухолевых клеток в случаях их аспирации в атовотрансфузионную систему. Существует много на сегодняшний день работ, которые говорят об эффективности лейкоцитарных фильтров и возможности использования селсевера в онкологии, но вот то, что записано в инструкции, это может быть серьезной юридической зацепкой. Использование правил переливания крови на сегодняшний день, мы сегодня тоже будем говорить, вот Маснева Мария Александровна, она будет останавливаться много на этих проблемах, но я должен сказать, что на сегодняшний день не существует юридически узаконенных риперных точек уровня гемоглобина, при котором мы должны осуществлять уже трансфузию. Мы в практике используем правила переливания крови Российской Ассоциации Трансфузиологов, потому что здесь ориентир не только на уровень гемоглобина, но и сопутствующую патологию пациента. Эффективное обезболивание у больных с лапаротомным доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную анестезию на основе местных анестетиков, а вот при лапароскопических операциях альтернативой эпидуральной анестезии может служить мультимодальная анальгезия. И важный момент – это ранняя физическая активизация пациента. Если пациент компенсирован, хорошо обезболен в полном сознании, то можно уже через 6 часов после операции разрешать сидеть на постели, вставать. Тут очень важно именно, чтобы был контроль. Можно, конечно, поднять, в данном случае, такого пациента. Это снимок наших московских коллег после операции гемиколэктомии. Но вся проблема состоит в том, что кто это будет проводить. Здесь вопрос штатов, потому что и так загруженность огромная у пациента, у персонала отделения реанимации интенсивной терапии. А если пациент самостоятельно подниматься не может, то, конечно, можно использовать раннюю вертикализацию при помощи специальной аппаратуры. И раннее восстановление энтерального питания. Допускается потребление через более 300 мл жидкости в день операции. Это колоректальные операции. А начало энтерального питания, адаптированное смеси, возможно через 5-8 часов после операции. Но данный раздел, он отдан у нас в центре, в основном это прерогатива хирургов, потому что через 12 часов, как правило, после операции, если пациент компенсирован, он переводится уже непосредственно на отделение. И нужно сказать, конечно, что введение данной категории пациентов, необходимо создание вот такого мультидисциплинарного подхода к введению этих пациентов, тогда мы можем с вами, конечно, рассчитывать на успех. И в конце хотел бы я поблагодарить наше отделение. Благодаря сотрудникам их работы, мы сегодня можем вам показать и наш опыт, и сегодняшние наши доклады, они будут, конечно, основаны в большинстве своем на опыте работы именно отделения нашего центра. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...